Друзья, всем привет! Сегодня у нас видос про реставрацию фрезерного 676 станка. Можно заметить, что я повесил стол. Видно, что стоит индикаторная головка. А это уже говорит о том, что мы можем кое-что посмотреть, что я здесь нашабрил. Будем проверять перемещение стола на полный рабочий ход и заодно посмотрим, какие у нас погрешности по индикатору. Направляющая имеет сечение в виде призмы. В связи с этим шабрение этой верхней детали было фактически наугад. Нижнюю направляющую я мог еще как-то рассчитать, измерить. Ну а призму, наверное, тоже как-то можно измерять, но я сделал наугад именно по следам износа. Вот давайте-ка теперь мы посмотрим, насколько я не угадал. Потому что я одним глазком посмотрел, что гуру шабрения бывает до двух с половиной десяток не угадывают. Ставим на ноль и поехали. Смотрим в этой плоскости. Здесь, кстати говоря, будет устанавливаться рабочий стол. То есть это и есть уже рабочая зона. Можно даже вот сюда детали прикручивать. Едем от края до края. Стрелка дергается. Видно, да? Ну видно, что, наверное... А нет, вот если здесь прижать к основанию, просто оно уже оттопыривается, то видно, что никуда ничего не уехало. Но это еще не все, ребята. Будем проверять в другой плоскости. Как классно, когда все получается. Вы себе даже не представляете. Видно, что поверхность не сверх фантастики. Она здесь тоже очень ровная, потому что на нее ложится стол, но она чуть-чуть покоцанная. Но тем не менее, это очень важная величина хода. Если сейчас будет какой-то подъем или спуск стола, это очень-очень-очень-очень плохо, друзья. Но так как я шабровщик не профессиональный, то до двух с половиной десяток погрешность, думаю, тоже не дойдет и здесь. Поехали. Две сотки. Поехали обратно. Тут важно туда-сюда прогоны делать. Сотка, если до края не доводить. Ну вот вы все видите, друзья. На краю какой-то тут есть завал. Возможно, это сама вот эта поверхность неровная. Видите, а может быть просто оттопыривается. Да надо... Видите, я вот здесь прижимаю. Просто клин не установлен. А так как деталь сильно свисает, она уже начинает там приподниматься. Точность вполне себе безумная. Сотка точности меня вполне себе устраивает. А ведь когда я только-только поставил стол, я ужаснулся, потому что шло все ровно-ровно. А потом был какой-то подскок. Как раз где-то на две десятки. Что же это было, ребята? Вот смотрите, видите зона шабрения. Это вот эта корпусная деталь получается очень сильно здесь выступала. Поверхность у нее не рабочая и пришлось ее очень сильно заглублять. То есть это было сделано именно с завода. Я не знаю, как до этого станок мог работать, но он работал, а деталь была не прикручена. То есть ее просто туда оттопыривало на незатянутых болтах и все прекрасно работало. Я же все затянул, все прикрутил. Хочу, чтобы ручки все работали нормально, без люфтов. Вот поэтому даже корпусные детали приходится подшабривать, убирать выступы. Ну а вообще, что уж тут говорить, очень приятно, когда точность безумная. Болты, конечно, паскудные. Надо заменить на новые. Вот есть более-менее пару болтов. А так, конечно, встречаются очень паскудные болты, смотрите. Мало того, что он весь какой-то кривой, весь еще и слизанный со всех сторон. Его устанавливать не буду. Вот эти каратыши вроде норм. Гайку нужно очень прочно крепить. Я ее хорошо настроил, хорошо организовал подачу смазки. Все должно быть прекрасно работать. Теперь у нас появился ход. Видите, как все поехало. Надо еще клин поставить и тогда уже вообще этот узел будет полностью собран. Клин я очень много раз пришабривал, подгонял. Это тоже очень важный элемент. Важно на этапе сборки, чтобы никакие мусорины не попали. По идее уже скоро мы должны дать первую стружку на этом станке. При износе направляющих, чтобы подтянуть клин, нужно вот эту шайбу укорачивать на токарном станке. И тогда клин можно сильнее затянуть. А так затягивается все до упора, друзья. Потому что клин не должен гулять. Если он будет гулять, он будет в ту или иную сторону закусывать немножко. То есть в одну будет расслабляться, в другую закусывать. Ну вот сейчас все отлично настроено, все работает. Перед тем, как вам показать, я естественно много-много раз подрезал эту шайбу. Стало так плотнее ходить. Главное, чтобы ходила равномерно, нигде не закусывала. Это говорит о том, что клин сделан равномерно, направляющие равномерные. А то, что они точные, вы уже видели по индикатору. Так, ну еще раз ускорено уже в собранном виде. Погнали. Так, вот он ноль. Видите, вроде выставишь ноль, только стронешься. Вот он ноль, все, поехали. Вот так гуляет стрелочка. Уже где-то сотку дало. Всё, упёрлась здесь сотка. Там был ноль, по идее. Дальше извращаться не буду, вы меня извините, это опять надо все снимать, корректировать. Остальные элементы подвижных частей тоже в допусках, тоже все прекрасно. Кое-что мы все равно потом еще проверим, перепроверим. И надо вот здесь, я обнаружил не покрашенные места, надо все же их покрасить кисточкой. Краска уже подстыла. Вот так я быстро реставрирую свой фрезерный станок. Но зато с чувством, с толком, с расстановкой. Вот этот ляп мы выкинем. На дне вроде бы осадка нет, хорошая краска. Всё, красим. С другой стороны аналогичным образом навел красоту. Ну а теперь работа. Как вы знаете, я уже вкинул коробки в станок и начал активно собирать заднюю часть станка. То есть навешивать все узлы и агрегаты, ставить все цепы, шкивы. Движок уже установлен, вон там он расположился. У него имеется шкив, шкив довольно-таки неплохой. Но вот ответный шкив очень плохой. Во-первых, он болтается на валу, болтается очень жестко. Я бы даже сказал, жестоко. Ну тут где-то, наверное, полмиллиметра люфтец такой небольшой. Но это еще не все. Другая часть вала, которая с обратной стороны должна контактировать с демпферной муфтой. Здесь все это дело красиво садится на шлицы. Но проблема в том, что шлицы уже некрасивые. Вот смотрите, какая выработка на шлицах. Тоже огромная конская, здесь где-то полмиллиметра. Потом посмотрите, посадка под подшипник, как доработано. Видите, немножечко накернено, увеличен диаметр. Ну честно говоря, подшипник очень хорошо держался. Смотрим с другой стороны. Здесь под подшипник все нормально, но здесь зато накернено под тот самый шкив. Но там это не спасает, потому что там полмиллиметра. Ребята, видно, в себя поверили, решили накернить, но не помогло. Поэтому, друзья, я начал точить новый вал. Вот он какой. Конкретно сейчас жду, пока он подостынет, чтобы замерить шейку под подшипник. Потому что при нагре там нельзя измерять. Она немножко изменяется в размерах. Точнее размер на 100 на 1,5 уменьшается обычно. Поэтому я опять же обычно делаю побольше на 100 на 2, а потом жду, пока остынет и замеряю. Решил я со шлицами не возиться и вал сделать гладкий. И может быть даже вот эту ответную часть демпферной муфты приварить намертво. Раз этот станок раз в 40 лет разбирается, то в следующий раз можно будет точно так же это все дело переточить и переделать. В общем, такие дела опять нужно переделывать целый узел. Подшипники старенькие не очень уже. Надо поменять. Вот, кстати, надо их сейчас взять с собой и я обычно с утра еду в магазин подшипников, покупаю новенькие. Вот и потом все это дело устанавливаю. Вал будет из стали марки 30 хгса, то есть хромансиль. Очень прочная сталь. Не хочу закаливать просто вал, друзья. Хочу сделать сразу просто с прочной стали и без закалки. Начисто при желании очень красиво можно обработать. И стружка такая волшебного цвета идет. Красивая очень. Когда такой точный станок, вообще расслабляешься, перестаешь думать, что конусность какая-то может быть. А конусность, конечно, может проявляться из-за неточной установки центра, например. То есть здесь можно примерно на 2 сотки создать конусность на всю длину. Центры, ребята, не всегда точные. То есть по одному поставил одна точность, по другому идет смещение. Вот такой вот, ребята, полуфабрикат вала получился. Обжигает, обжигает, какой он горячий, это просто шок. Сразу запрессую. Как мы выяснили, станочек может до двух тонн усилия давать. Сделал где-то натяг две соточки, даже полторы. В общем, чтобы не сильно туго заходило. Заходит вообще отлично. По ощущениям килограмм на 500. Теперь растачиваем отверстие на удар. Отверстие будет согласно диаметру вала. На фиг эти шлицы. Также проточил обе шайбы. Обратите внимание на эксцентриситет волшебный. Ну а вот вторая шайба. Шайбы дистанционные, они позиционируют вал. На вал установлены подшипники, все плотно село. Но есть одна проблема, корпус они не плотненько садятся. Сейчас поплотнее, потому что там чугунная стружка. Но если протереть, то видите, как залетает. Планирую посадить на зеленый герметик. Ну хотя бы один, потому что с такой длиной вала, я думаю, все-таки некая степень свободы должна быть. Старый станок такая замечательная вещь, в котором обязательно надо проходить резьбы. Иначе они потом доставляют очень мало удовольствия при закручивании. Я вот так побырику шуриком делаю, ребята, все быстро, красиво и качественно. Да, еще хочу вам подсказать просто супер совет и супер лайфхак. Это вроде бы не очевидно и все очень просто, но надо также еще зенковать отверстия. Я уже не говорю, чтобы делать небольшие туннели туда внутрь резьбы. Но хотя бы зенковать, потому что всегда вспученная резьба, всегда, ребята, сто процентов. И всякие крышечки, которые потом туда прикручиваются, они не очень-то и прилегают, а так все отлично. Но я думаю, вы замечали, что вспученная бывает резьба. Мало того, вот здесь тоже вспученные края отверстия бывают. Кто же бы зенкануть не мешал? Да, сейчас зенкану. Это очень быстро, поэтому не стоит пренебрегать. Столь важной операции. Все-таки я собираюсь здесь кое-что заваривать и надо просто ультра качественно собрать. Сначала посетила дурная идея сделать шкив заново, но потом решил завтуливать. Вроде бы здесь все способствует. Завтулю, друзья, и обточу все за одну установку и внутренние отверстия и ручья шкивов. Сделал уже базы. Вот она одна. Вот внутрь можно цеплять, снаружи цеплять. Вточу вкладыш. Погнали! Понеслась прессовка. По ощущениям килограмм на 500 идёт. Могу со всей ответственностью заявить, что завтулина и сварена на совесть. Мало того, даже нет цветов побежалости внутри. То есть там ничего и не закалилось при этом. Обрабатываю все поверхности за одну установку. Внутренний диаметр надо подобрать очень точно. Ну а также ручьи под шкивы. Зажал вот так вот и смогу это все сделать успешно и красиво, ребята. Вот мне нравится, когда уже идет к финалу. Алюминий грязноватый какой-то. Такое чувство, что либо самодельный был, либо там на заводе делают с какого-то вторсырья, вторалюминия. Вот это точность. Вежливость королей класс! К сожалению, потерял я свой самодельный резец. Теперь приходится универсальным ровнять. Самодельным было бы получше, я думаю. Так, ну вроде бы по глубине одинаково. Зацеп тоже имеется. Подшипники прослаблены. Внутренний все же я приклею на зеленый герметик. Делается на века, поэтому я думаю можно. Вы мне разрешаете, ребята, это сделать или нет? Сюда еще нужно будет изготовить некие резиновые амортизаторы. Налепил пластилиний, пойду примерю к станку, посмотрю какой там зазор. Зазор около двух миллиметров, можно заваривать. Есть контакт, сварка готова. При желании, если кому-то в будущем очень уж понадобится, можно будет токаркой разобрать. Повставлял пока временно резинки от шланга. Но скорее всего придется что-то заказывать, друзья. У меня там полиуретановая трубка толстостенная идет. И скорее всего я ее сюда установлю. Потому что делаем на века, а эти резинки мне что-то совсем не нравятся. Так что скорее всего полноценно установить этот узел не получится. Но примерить необходимо. Вставляем на свое место. Жаль, что из-за резинок придется все это опять разбирать, к сожалению. Ничего не поделаешь, резинки не скоро придут. Как я боролся с натяжителями цепи, я уж вам не буду рассказывать, ребята. Но опять же пришлось переделать один из таких элементов, так сказать, сделать по уму. Здесь все болтается, все шатается, вытачивал новую вот такую пипку и делал вот эту штуку более длинную. Короче, все уже готово. Цепура натянута. Вот такую натяжку сделал, не очень большую. Ну, короче говоря, по мотоциклетному шкив готов. Теперь хочется сделать что-нибудь приятное и что-нибудь существенное. Например, можно подкинуть провода на мотор и стартануть двигатель. Либо распаковать вот эту вещь и установить ее на станок. Что-то я не нахожу болты от головки. Возможно, они внутри. Вроде бы она не такая уж и тяжелая и можно будет в одно лицо установить. Хотя полной уверенности в этом, конечно же, нет. Наконец-таки вы увидите на 676 фрезере конус ISO 40. Это довольно-таки большая редкость. Да, вот здесь болты. А я их ищу, ребята. Вы не представляете. Ох, как плотно крутится. Что там за смазка внутри адская аналита. Ну а вот и великий и ужасный конус ISO 40. Давайте попробуем вставить цанговый патрончик. У меня есть миниатюрный такой цанговый патрон. Хоп, и все, и дома. Какая роскошь все-таки. Попробую установить. Весит, наверное, килограмм 30 эта вещь. Мне кажется, тяжко будет. Вес имеет вещь. Шпиндель надо как-то провернуть, попасть. А как? А как? Никак. Е-мое. Хотя бы гаечку одну привернуть. Ой-ой-ой. Так, одну чуть привернул, ребят. Но уже не упадет. Так, шпиндель надо как-то попасть. Так. Что такое? Блин, устал. Силы ушли. Покинул. О, блин, тяжелая какая-то. Что мне делать-то? Как быть? Сила иссякли-то? Оп, все. Есть контакт. Похоже, с этим видео все, ребята. Хотя я вам еще хотел показать, как запускается мотор и как здесь хотя бы что-нибудь начинает крутиться. Оказалось, что мотор подключен треугольником. Надо его переводить в звезду. Короче, вырубается генератор. Не тянет он, когда подключено треугольником. Включение на 380. Потому что треугольник обычно на 220 служит. А так слишком уж гигантские токи и он тупо не запускается. Вырубает автомат. Все. Ребята, такие дела. Я тут уже начал ковырять, обмозговывать. Как бы это поудобнее здесь все переключить так, как мне надо. Все эти телодвижения похожи будут в следующем видео. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите своим замечательным пушистым лойсом. Всем пока. До новых встреч.